Здравствуйте! В эфире информационный канал «Город» в студии Юлия Белова. И сегодня в нашем выпуске. Жара вернулась в Киров. Расскажем, сколько продержится аномальное тепло. Движение цен. Очередной скачок стоимости бензина напугал кировчан. Что будет дальше? Расскажем. Сняли маску, попали на штраф. Чиновники и силовики продолжают выслеживать кировчан без масок. Наказание за испорченный отдых. После недомогания школьников прокуратура на время закрыла базу отдыха. Львы, которые охраняют город. В Кирове открылась выставка архитектурных стражей. Знойные прогнозы. В регион возвращается жара. Не успели кировчане отдохнуть от аномальной погоды, как столбики термометров опять пошли вверх. Четверг станет самым жарким днем на этой неделе. Температура будет выше 30 градусов. И только конец уикенда может принести долгожданную прохладу. До воскресенья, как обещают синоптики, температура будет держаться в районе 30 градусов. Кратковременные осадки возможны в последний день недели. В целом июль ожидается весьма засушливым. Погода располагает к отдыху на природе, чем и пользуются кировчане. А беспечностью горожан пользуются клещи. Хоть медики и отмечают снижение активности кровососов, укусов все равно много. За весь период от клещей пострадало 20 тысяч человек. За неделю 1382 пострадало от укуса с клещами. Заболело клещевым, выявлено больно клещевым энцефалитом 8, железом 6. За неделю детей 144, заболевших нет. Ситуация по клещам в этом году выше многолетнего показателя на 40%. Напомним, что делать, если вас укусил клещ. Аккуратно вытащите его, главное не оторвать жало. Лучше обратиться в больницу. После его необходимо отнести на анализ в Кировскую инфекционную больницу или Центр гигиены и эпидемиологии на улице Свобода, 64А. Если клещ окажется переносчиком какой-либо болезни, вам сообщат об этом врачи. Цены вверх, доходы вниз. Кировчане обеспокоены очередным скачком цен на автомобильное топливо. Растет стоимость литра бензина и дизеля за последнюю неделю. Все топливо прибавило в цене минимум по 20 копеек. Чего ждать дальше? Очередного взлета или временной заморозки? И кто контролирует рост цен, расскажет Алексей Иванов в своем материале. С начала года цена на литр 92-го бензина выросла почти на полтора рубля. 95-й показал рост на 2 рубля. Залить полный бак в среднем 50 литров стало дороже на 100 рублей. Некоторые заправки поднимали цены еще больше, чем и привлекли внимание антимонопольной службы. Мы выявили такого рода на пяти заправках города Кирова. В течение нескольких месяцев «Лукойл» Уралнефтепродукт повышала цену. Мы считаем, что это повышение было необоснованно. То есть с 6 утра до 22 часов вечера на этих заправках цена была выше на 90 копеек, на 92-й бензин. Чиновники призвали топливную компанию к ответу и цены вернули к обычным. Тем не менее, кировчане считают их все равно высокими. Водители чувствуют возросшую нагрузку на свой бюджет, но сделать ничего не могут. Лишь надеются, что больше роста не будет. Да блин, повлияло. Бюджетно. По карманам ударяю, да и все, что. Хоть вроде бы и газ, и все есть, все наше. Ну как, добываем все то же самое, а цены растут. Почему? Фиг знает. Слишком дорого как-то. Чуть ли не каждый месяц растет на 20, на 30 копеек. Как-то это очень, очень много. А никогда, никогда ничего не падало вниз. Все равно на бюджете это складывается. Влияет очень сильно на заработок. Тем более, как бы я езжу на бензин и на газу. Яндекс пытается доплачивать какие-то моменты в час пики, но в целом заявки наоборот, цены падают. Кировская область отрицательно выделяется среди других регионов по стоимости бензина. Также и по уровню средней заработной платы. В Татарстане и у других соседей по Приловскому федеральному округу стоимость литра топлива в среднем на 1 рубль меньше. В антимонопольной службе обещали с этим разобраться. У нас действительно достаточно высокие цены по сравнению с другими регионами, например, в ПФО. Мы сделали запросы компании, получим ответы и тогда будем устанавливать, имеются ли признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления монопольно высокой цены. В лучшем случае цены на бензин могут заморозить, снижение очень маловероятно. Как пояснили чиновники, все зависит от закупочной цены на топливо. Если ее не изменить, то и розничная цена уменьшаться не будет. Эксперты независимого топливного союза считают, что это только самое начало роста. До конца лета литр бензина может подорожать на 50 копеек, что приведет к росту цен на другие товары и услуги. Алексей Иванов, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». 15 суток за испорченный праздник. Загородную базу отдыха в Слободском районе проверила прокуратура и Роспотребнадзор после сообщения об отравлении отдыхающих там детей. Проверяющие нашли нарушение на пищеблоке, в результате чего закрыли его на полмесяца. Оказалось, что поверхности некачественно обрабатывались, продукты хранились неправильно. Но были и другие нарушения. Напомним, что поводом к проверке послужило возможное отравление нескольких школьников в начале июня. Учащиеся отмечали окончание учебного года на базе отдыха. Через несколько часов после ужина у некоторых началась рвота и резкие боли в животе. Для троих из них праздник закончился в больнице. Позже их выписали с диагнозом воспаления желудка и кишечника. Как сегодня сообщили в прокуратуре, руководство базы отдыха нарушение устранило. Пищеблок вернулся к работе. Расширение чистых прудов. В микрорайоне планируют построить две новых улицы. Где и когда они появятся и какие дороги соединят, расскажем далее. Эфир продолжит рубрика короткой строкой. В чистых прудах планируют построить две новые улицы по национальному проекту «Жилье и городская среда». Министерство строительства, энергетики и ЖКХ направило заявку на выделение средств. Если она будет одобрена, то в 2022 году начнется строительство на улице Чистопрудненской. От улицы Ивана Попова до Производственной. Еще одна улица по проекту имеет только номер 7. Ее построят от улицы Ивана Попова до улицы Совхоз. Напомним, что в 2020 году также по нацпроекту завершено было строительство двух улиц в чистых прудах. Житель Нововятского района более 800 тысяч перевел мошенникам. Весной мужчина хотел подзаработать на онлайн-бирже. С марта по мае по указанным реквизитам отправил свыше 700 тысяч рублей. Позже сайт биржа перестал работать. Чтобы вернуть свои деньги, он согласился на помощь адвоката, который попросил предоплату 100 тысяч. После того, как мужчина перевел деньги, связь с адвокатом пропала. Возбуждено уголовное дело, личности мошенников устанавливаются. Июльский розыгрыш первого городского дачника в самом разгаре. Напомним о призе – это бассейн. Как его получить – все просто. Снимайте экскурсию по своему участку. Ролики отправляйте в группу первого городского канала во Вконтакте. Ссылку вы видите на экране. Победителя выберут в конце июля. 7 июня палеонтологи на котельническом местонахождении обнаружили пареязавра. Это крупный ящер длиной около 3 метров, обитавший около 250 миллионов лет назад. Из камней были извлечены две челюсти с фрагментом черепа. Все останки отправят в лабораторию Вятского палеонтологического музея. Впереди еще много интересного. Не переключайтесь и смотрите во второй части нашего выпуска. Наказание за испорченный отдых. После недомогания школьников прокуратура на время закрыла базу отдыха. Это все разваливается. Повторый греб. Каждый шаг как в пропасть. Кировчане боятся ходить по мосту через речку. Львы, которые охраняют город. В Кирове открылась выставка архитектурных стражей. Эти и другие новости буквально через пару минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Маски-шоу сотрудники полиции вместе с чиновниками мэрии проверили, как кировчане соблюдают масочный режим в городском транспорте. Ношение масок в общественных местах в регионе все еще обязательно. Однако многие жители забывают об этом. Либо не хотят это делать в жаркую погоду, особенно в переполненных автобусах и троллейбусах. Такие проверки проходят ежедневно в разных районах города. Сегодня рядом с площадью маршала Конева. Завтра планируют проверить соблюдение масочного режима у автовокзала. Нарушения встречаются. В том числе и у самих сотрудников автотранспорта. Сегодня без маски по салону передвигалась кондуктор автобуса номер 61. Обычно после напоминания кировчане все же надевают маску. Если у человека нет ее с собой, пассажиры могут попросить выйти из автобуса или троллейбуса. В крайних случаях, когда человек просто отказывается надевать маску, составляют протокол об административном нарушении. Максимальный штраф за это – 30 тысяч рублей. Пока одни отключают горячую воду, другие уже готовы включать отопление. Кировские управляющие компании начали сдавать дома. Они готовы к зимнему сезону. Они уже закончили все необходимые работы. В том числе прошли и гидравлические испытания. Правда, тепловики переживают, что отопительный сезон все же не смогут начать вовремя. Несмотря на то, что некоторые управляющие компании уже готовы к отопительному сезону, он может сорваться. У многих организаций подготовка может проходить сложно. Это в том числе МУП ЦКС, управляющая компания Ленинского района и УК Почин. Им тепловики советуют активно работать над проблемой, чтобы не повторить ошибок прошлых лет. В КТК о неготовности управляющих компаний к отопительному сезону планируют сообщать в прокуратуру. В любом случае, все еще есть время. Управляющие организации должны предоставить паспорта готовности до 15 сентября. Над пропастью из дыр или переправа с препятствиями. Кировчане пожаловались на мост через реку Хлыновка. Несколько лет его никто не ремонтировал. Там прогнил деревянный настил и постепенно разрушается ограждение. С каждым днем проход становится все опаснее, хотя по нему ежедневно ходят сотни людей. Юлия Ситникова в рубрике «Наболело» расскажет о прогнившей проблеме. Вот так местные жители разбирают деревянный настил моста, чтобы случайно не наступить на прогнившие доски и не провалиться вниз. Юрий Плаксы живет рядом около двух лет и все это время мост для него является проблемой. За ним никто не следит, поэтому жильцы стараются самостоятельно сделать его безопаснее. Вообще почти ничего не решено, только вот зимой пару раз они приезжали, город чистил здесь и все. А так сами песок носили и сыпали, чтобы можно было пройти. Дырки заделываем сами. Своими силами у нас восстанавливать уже нет возможности. Мост разделяет жилые дома с магазинами, детскими садами и школами. Даже на работу кировчане ходят через него. В обход идти придется дольше примерно в четыре раза. А если, например, отводить маленького ребенка в детский сад, придется потратить еще больше времени. Сын Юрия пошел в первый класс и мужчина боится, что одному ребенку здесь будет опасно ходить. Особенно ближе к зиме, когда начнет рано темнеть. В принципе, перешагнуть препятствие несложно, но только пока светло. Здесь нет освещения, поэтому с наступлением темноты жителям приходится пользоваться фонариками. Если они этого делать не будут, то смогут попросту не заметить провалов на мосту и даже получить травмы. Но мост – это только одно из препятствий, которое ждет местных жителей. Спуститься к нему или подняться домой – второе испытание. Лестница уже давно превратилась в крошку. Это не говоря уже об отсутствии пандусов. Мамы с колясками ждут людей, которые помогут им, а дети постоянно получают травмы. Много падали, коленки обдирали. Дети так это зачастую. Приходят, папа, я упал. Я говорю, где ты упал? На мосту. За помощью местных жителей около года назад обратились к активистам ОНФ. Оказалось, что мост никому не принадлежит. Через прокуратуру активисты добились того, чтобы администрация взяла этот мост на городской баланс. Однако процесс это не быстрый. Чиновники обратились к подрядчику ГДМС, чтобы те хотя бы сменили на сил. Однако пока изменений нет. Мы в свою очередь обратимся в администрацию города, чтобы напомнить о проблеме. Юлия Ситникова, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Сообщить о проблемах в городе вы можете журналистам Первого городского канала в рубрику «Наболело». Звоните нам по номеру телефона с 9 утра и до 7 вечера. Или пишите в группу ВКонтакте новости Кирова Первого городской. Ссылка также на экране. Наши журналисты помогут разобраться и навести порядок. Хищная экспозиция. В Кирове готовится к открытию выставка «Вятские львы. Городские стражи». Для нее подготовили уникальные скульптуры и фотографии львов, которые украшали дома на Вятке. Подобной экспозиции кировчане еще не видели. На выставке расскажут, откуда появилась мода на каменных охранников и в чем уникальность «Вятских львов». Монтаж выставки уже идет. Юлия Ситникова покажет и расскажет об удивительном архитектурном наследии. Сейчас идет монтаж выставки. Каждый экспонат занимает свое место. Эту скульптуру кировчане еще не видели вживую. Она попала в музей из частной коллекции. У этого льва была пара. Они украшали дом на перекрестке улиц Воровского и Володарского в 70-х годах прошлого века. Это было два льва, которые стояли на крыше дома Бальхозина. В конце 1970-х годов, во время, видимо, серьезной бури, эти оба льва, их сорвало с крыши. И один из них оказался в частном собрании. Мода на таких охранников дома пошла из Санкт-Петербурга. Львы у ворот были символом достатка и просто привлекали внимание людей. Однако, в отличие от питерских животных, у вятских есть своя особенность. Морда их как бы расплывается в добродушной улыбке. Это можно проследить на множестве фотографий на выставке. Кстати, большинство снимков здесь авторские. Сотрудники музея действительно позаботились о разнообразии экспозиции. На самом деле, свое начало выставка берет именно здесь. Идея показать вятских львов возникла почти случайно, когда сотрудники музея обратили внимание на свой постоянный экспонат. Правда, встречать гостей выставки эти львы не будут. Они слишком тяжелые, чтобы их перенесли к залу с экспозицией. Кировчане на выставке смогут увидеть не только скульптуры львов. Эти животные были украшением и в самих домах. Чаще всего хищников изображали на припичных досках. Рисунки были не только для красоты. Они выполняли и функцию оберега. Правда, рассматривая сейчас некоторые изображения, даже не подумая, что это лев. Серый зверь больше похож на волка. У них не было тогда этих львов. И в цирке, и в цирке они еще, наверное, не это самое, и балаганов не было. Наверное, не ходили. Вот как они их себе представляли, извините, так они их себе и показывали. Таких львов чаще всего изображали в цветах или рядом с петухами. Откуда пошла такая традиция, можно узнать на выставке. Кстати, здесь покажут и фото современных львов. В музее отметили, что скульптуры хищников частично возвращаются в Киров. Увидеть, как выглядят все современные статуи вятских животных, можно в Кировском краеведческом музее. Экспозиция откроется 9 июня и будет работать до 19 сентября. Юлия Ситникова, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Простить или понять? Сегодня, 7 июля, во всем мире отмечается глобальный день прощения. Люди извиняются друг перед другом, избавляются от отрицательных эмоций и прощают, если это возможно. Наш корреспондент Екатерина Новоселова узнала у кировчан, каким способом лучше всего просить прощения. Доброе слово, искренне от души, больше ничего не требуется. Но если какой-то маленький подарок, сюрприз. Может быть, подарок своими руками. Можно что-то нарисовать, обнять. Сделать сюрприз, неожиданный сюрприз. Простите меня, пожалуйста. Не надо просто доводить до этого, чтобы потом пришлось извиняться. От души лучше искренних слов ничего нет на свете. В ВКонтакте есть хорошая практика. Рекомендуйте билдские чаши, практика прощения. То есть просто медитация такая, в общем, красивая. В принципе, если действительно хочешь от всего сердца попросить прощения, можно сделать какой-то подарок. В разных случаях, наверное, все-таки по-разному. Когда-то, может быть, подарок лучше подарить, а где-то, может быть, и слова лучше какие-то найти, обнять. Ну, все индивидуально. Ну, подойти с хорошим настроением, скорее всего. Может, с подарочком с каким-то. Ну, и попросить прощения, извиниться. А перед своей девушкой вы как извиняетесь? Ну, наверное, с цветами подхожу. Разные случаи бывают в жизни. Можно и подарок подарить. Почему вы и нет? Если на ногу наступил в автобусе, то, думаю, самое жестокое преступление бытовое, какое только может быть. И поэтому извиняться абсолютно искренне и усиленно. Я не извиняюсь перед мужем. Таким был выпуск этой среды. Если у вас есть новости, звоните в нашу редакцию по телефону 8 912 827 3302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте «Новости Кирова». В студии была Юлия Белова. Берегите себя и увидимся в городе.